Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами об обновлениях. В общем, первое видео про обновления в Альбеоне. Не ожидал. Да, я тоже. В общем, что изменили? Первое, это кристальную ливу. Точнее, кристальные рейды. То есть, это вы можете заходить на клаймы, воровать 50% энергии клайма, и дальше просто у вас есть 30 минут для того, чтобы эту энергию донести до себя в клайм. Или же выберут клайм в склад. Ну, а также, когда вы принесли энергию, 1% энергии убирается. Вот, не знаю, хорошо это или плохо, но, возможно. Можно это сделать один раз в день. А следующее, это мы поговорим с вами о трех видах оружия, которые добавят в кристальную ливу. Точнее, уже добавят. Это меч, копье и чародейский посол. Что они как бы себя представляют? Какие у них есть умения? Или... и так далее. Ну, в общем, меч, это разрушитель пределов, делает вас неудержимым на какое-то время, заканчивая разрушительным двойным ударом, который также нагладывает молчань. Сколько будет молчанья? А какой удар? Насколько? Людей или в соло цели? Или в несколько целей? Посмотрим, не знаю. Вот, в кристальную ливу я не играл, поэтому я не знаю. Но тех, кто играл, напишите. В общем, как думаете, это будет сильное оружие или нет? Копье. Лезвие бритвы пронзает толпу, нанося огромный урон и отбрасывает врагов в радиусе 10 метров. Скорее всего, это какая-нибудь порезка будет дефолтная, но за счет того, что она отбрасывает, как реализуется, посмотрим. Звездопад обрушает на врагов ливень, смертоносных звезд. Не может быть прервану и увеличит вашу пробиваемость и устойчивость. И это чердейский посох. То есть, это, скорее всего, какой-то новый посох будет. Но то, что оно увеличит пробиваемость и устойчивость, это довольно-таки сильно, я думаю, будет. Вот. Как оно себя покажет? Без понятия. В общем, артефакты можно будет выебить. Вот. Мы заходим в активности. Тут, как бы, будут новые сундучки и, скорее всего, с них будут падать артефакты. Вот. Также в каждом новом сезоне, когда сезон заканчивается, старые артефакты в два раза меньше будут падать. Будут падать новые артефакты на новые оружии. В общем, то есть, скорее всего, будет внесено какое-то изменение в кристальную арену. Вот. То есть, на одном оружии нельзя будет, скорее всего, играть дальше. Ну, и посмотрим. Может и можно. третье это переработанные испытания завоевателя то есть как я вам только что сказал это новые сундучки будут но вы можете в шел от заполнять как обычно заполняйте шкалу сундучка и вам как бы дается плюс вы там где-то фармитесь и получаете вот эти вот кулочки но также вы можете усилить лут вот как тут написано про индивидуальный процесс воспитания завоевателя открывать доступ ко всем более ценным сундукам но прогресс гильдии сезона и рентинг улучшает заработанные сундуки и расширяет их запас за счет высоких максимальных уровней предметов но также в гильдии должно быть не более не менее чем 51 процент времени сезона то есть в начале сезона если вы есть чтобы вам надо пол сезона пробыть в гильдии для того чтобы вы получали этот балл а также 10 процентов наград за ежедневные сундуки с наградами принесены в новые сундуки завоевателя это очень интересно в общем будет интересно узнать что же там будет и как же же она реализуется из-за того что поменялись стиму рейдов на территориях убежище так далее точнее клаймов поменяли и прайм-тайм теперь будет не 4 часа как обычно час то есть прайм-тайм и так нападать на могу можно вот прайм-тайм тока то есть прайм-тайм начинается вы идете бросаете на клайм атаку или же магов потока режете и все то есть другие и в другое время нельзя будет этого сделать также магам теперь потребуется в два раза больше восстановления когда их убили поэтому скорее всего раз в сутки получится только нападать на клайм вот и все а следующий этап производства энергии теперь об изменениях ежедневная выкачанная энергия и энергии сезона очки из территории увеличены причем вес приходится на внутренний круг внешней земле теперь уровень качества 6 6 тира от 120 до 100 до 240 то есть у x2 увеличена первый уровень без изменения все остальные уровни вот вы видите вот не знаю хорошо это или нет но скорее всего хорошо так как есть смысл качать убежище не не убежище а клайм вот потому что выкачана энергия уберется с клайм врата ада 2 на 2 может потребоваться на уровень 3000 очков теперь на сезонных очков 50 то есть быстрее будет набираться врата ада 5 на 5 было 5 стало 3 с половиной потребоваться может 100 от 100 и выше 10 на 10 врата ада теперь на уровень требуется 7 с половиной тысячи очков нужно будет набрать теперь труднее мы кстати достичь максимального уровня вносит для достижения более крупных целей а именно замки может потребоваться 36 до 45 тысяч ну вот кристаллы силой территории 35 до 50 ядра убежищ от 45 до 60 то есть так сказать очки именно ельдей сделали легче очки замку сделали слез неплохо ну напомню это только пвп то есть пве не получается хотя в принципе врата ада 5 на 5 2 на 2 и врата ада 10 на 10 там повешение получалось еще не добавили добавили дождь земли хранители и жнец душ нежный них можно получить серебро ну так же т8 ищи ну точнее вещи соответствующему ира мама то есть четвертая охота т4 и т6 8 охота т8 и больше разумеется также и ниже на также вы получаете там серебро и всякие артефакты ну хоть тут написано скалку на т8 но не знаю пока же не получил но дополнительные типы цели будут добавлены в будущих обновлениях то есть охоту хотят сделать полноценным контентом это прикольно изменение исходных целей для исследования то есть маленькая группа на 25 процентов добычу подняли большая группа на 150 процентов добычу подняли вот продолжительность охота в среднем уменьшили примерно на 30 процентов вот не знаю что она дает так ли это но кто занимается охотой напишите общее изменение слова за выполненный квест по выслеживанию передает награду и могущество и благосклонность мощь от отслеживания добавляется к уровне собирающей мощи гильдии то есть принципе есть сейчас приоритет собираться гильдии и деформить она будет идти на улучшение гильдии прикольно регулировка сложности теперь теневую пантеру урон в прыжке убрали на 30 единиц урон от бешенства убрали на 10 процентов то есть она просто сделали ее слабее это даже к лучшему потому что было проблематично некоторых было убивать хотя пантеру нет но как бы значит посчитали так нулю радиус ключевых корней в сильвиан уменьшили до 10 метров это очень хорошо потому что корни и вот этого дерева было забирать проблематично не знаю очень мерзко но вот время применения произначать всего корня увеличили на 0,2 секунды это очень хорошо ну хз как оно будет решать так оборотень урона от разрыва теперь уменьшили на 45 единиц ну я не знаю типа это конечно сильно повлияло потому что урон прям чувствуется что понизили но не знаю стоило это делать или нет не знаю и стреляющий век пропитан кровью версия для большой группы теперь от 25 до 20 процентов он восстанавливает максимального здоровья урон от бешеных атак теперь небольшой это на 8 единиц уменьшили большой это меньше ли на 36 единиц то есть мы просто понизили урон этим мобам и не как одному хил второму там радиус поражения прибавляем острова на данный момент чтобы остров купить это без прямо первый уровень стоит 20000 серебра то есть это просто вы приходите покупать но для того чтобы улучшить нужно 500 тысяч серебра это второй уровень полностью чтобы улучшить я выведу на экране полное число сколько потребуется серебра для того чтобы улучшить до т-6 уровень острова в целом я думаю вы может уже посчитали но оценим вот ну это довольно таки прикольно с учетом того что он сейчас бесплатный и если до обновления стоил остров 9 миллионов 940 тысяч то есть по сути миллион сейчас можно его приобрести за 20 тысяч ну а дальше разумеется уже улучшение стоит денег переходим к моему ланцу как на мой взгляд самое интересное это то что изменили боевой топор и теперь вот неясно заиграется он почему потому что ему 3 кишку третий скилл вот руты убрали стак то есть если раньше можно было вот раз два три сделать у нас было 300 и теперь для того чтобы набить 300 к вам нужно делать так 1 2 ждать отката и вот 3 стат потом ожидается а потом уже можете и рутать и так далее то есть если вам надо 300 как быстро на рутать так уже не получится возможно топор так особо не игрался не знаю но как по мне в некоторых случаях то очень сильно мешать как бы в некоторых случаях просто нужно вот так сделать и чтобы уже и третий стак и как бы с рутами а так получается у нас есть руты нету стака но как написано что вроде как а у ее урон в области то есть скорее всего вот этого киевшечка насколько я понимаю она увеличена как у алибарда ну посмотрим следующее это мистический после во всех мистических посохов первые скилла вешка увеличена 20 единиц то есть они так довольно таки противные посохи сильные но они игрались в основном в пачках то есть вот 240 единиц место 180 по пунктам божественные посохи мы сделаем добавили щит теперь он хилит мне 115 а 160 вроде как щита добавили единиц просто процентов вот затраты энергии добавили больше то есть он больше требует затраты энергии разумеется больше щит но это довольно таки я считаю неправильное обновление по этому посоху чисто из-за того что посох особо нигде не игрался новичками может да но он не в повоение в пвп вообще не играется но можно использовать либо благодатный посох либо священный посох либо железный посох посох жизни вот не железный посох жизни поэтому не знаю как по мне это неправильное обновление этого посоха то следующее булава булава им куба теперь вот ешь она на ноль не один не одну секунду а на булава им куба в общем я скилл ее сделали вернее одна секунда 06 и время ожидания 0 9 секунд с одной секунды то есть вот вы можете как бы быстрее езнуть и ешку не знаю нужно но там не нужно ну в общем то играть на булавах скажи так теперь копья вен поменяли внутренние сосредоточения перебили и уменьшили скорость но заклинание от 1 8 до 0 8 секунд вот даже написано и теперь вот эти и стаки которые будут быстрее нарабатываются и они добавлены с эти процентов до 8 процентов то есть разумеется вас будет больше урон копья так было сильное но стало еще сильнее я считаю потому что убрали время добавили урон и просто продолжаете тыкать игрока посохи оборотня вы с ними сделали им еске вот этот уменьшили с 30 секунд до 15 пели будет намного быстрее человек выходить с ескелл и все время пошло то есть вы не сможете так долго пробыть в этом скилле довольно таки хорошо потому что некоторых случаях это мешало так идем к мячам теперь мечи резкий удар все мечи притягивает к себе к цели на два метра перед ней лежок может быть и конечно прерван но все таки это все таки естественно естественный баф баф по сути мячей таки радость вот в общем то есть вы сами видели то есть я стоял не радиусе и все то есть притягивает сразу лимон самый важный паф это то что у него с 35 миллисекунд до 50 миллисекунд повышено время ешки его каста это очень хорошо потому что он очень резко сдавал свой каст теперь вы сами видели но вот можно будет как-то увернуться потому что раньше нельзя хотя с этим скиллом но теперь получается я не знаю они что так дальше будут играть вот насколько они хуже нет они хуже не станут они так хорошие были догнать теперь противник будет намного легче чем было долго этого луки авалуна особо не понял что в обновлении потому что переводчик чуть переводит так как написано но с 245 до 232 повышен то есть я так понимаю ешкин да типа вот эта ешка там когда мы вот только прыгаем урон наносится меньше чем был до этого возможно особо я честно не понял кто играет на перчатках скажите может вы поняли плащик бруссилина вот его бафает бафает он туда-сюда пытается усилить но в целом как по мне он чисто для собирашек у него просто с 3 секунды 4 секунд повысили его баф баф вроде хороший но он не играбельный в пвп но то и в пухе чисто потому что хотя может играбельный но я не взял никому чтоб с ним играли основу это для собирашек чисто потому что чтоб его юзнуть надо поражать шлем с любой шлем если у вас на голове шапка неважно вы прожимаете на плащик активируется если вы сделали как про стерлинг дефорс стерлинг как правильно плащик вот это было бы в разы лучше то есть в этом видео типа вам дали проказ топ у вас щит на 566 урона который поглощает плюс 4 секунды баф это вполне хватает чтобы убежать и так далее вот так сейчас покажу как он работает почему именно сейчас потому что шлем солдата в общем на 4 секунды сделали каменную кожу то есть секунду просто добавили на защиту не знаю зачем вот если в основном все играли с третьего хэндом типа нашли мах может понадобиться вот теперь смотрите вот как работа плащ были сильно мы нажимаем дешку вот сам плащик работает я бы сказал бы хорошо в том случае если бы он автоматически срабатывал бы то есть на вас нападает он срабатывает вы убегаете а сейчас нет из канала также все сапоги рабочие шахтеры там так далее я так понимаю скидывает всех на вас рядом на бог делали именно так скорее всего вот если прочитать вот обувь здесь заклинать сбора снаряжения теперь сбрасывает любые объекты 2 вы сопровождаете то есть по сути вы сопровождаете это что-то переведено не не знаю насколько я понимаю это как у сапоги из выживателя вот прожимаете и все и на вас никто не агрица вот пленое время за сколько там они тут не написано ну да скорее всего она так и есть в целом об этом и тут изменения тем кому понравилось кому было понятно обновлениях ставьте лайки пишите комментарии может что-то я не упомянул вот так же в некоторых моментах было что я сбывался но это чисто из-за того что я не мог особо понять вот почему пока понял это в общем я думаю вам было понятно обновление вообще пишите как вам обновлению вот хорошие линии в общем там еще что с кинжалом не сделали но лучше вы напишите что мы с ними сделали потому что я особо не понимаете не в целом всем спасибо всем до новых встреч и ждем нового обновления которое должно быть вроде как 13 или 14 числа этого месяца